Это моя лягушка, у неё нет имени. Это лягушка, а не жаба, потому что жабы так не квакают. Лягушка — это хороший домашний питомец. Спасибо, Лерой, что поделился своим тупым питомцем со своим классом. Кто-нибудь ещё хочет что-нибудь нам показать и рассказать? Хорошо, Эрик, иди к доске. Сегодня в рамках задания «Покажи и расскажи» я бы хотел представить свой шокирующий отчёт. Это правда о деле 11 сентября. О, Господи! Итак, нам сказали, что горящее авиатопливо расплавило стальные опоры башни, что привело к их обрушению. Но знаете ли вы, что температуры горения авиатоплива недостаточно, чтобы расплавить сталь? Нам сказали, что Пентагван тоже пострадал от угнанного самолета. Но взгляните на эту фотографию Пентагвана. Отверстий в тени явно недостаточно. Если самолета ударил, то где самолёт? Ух ты! Отсюда вопрос. Если не террористы стали причиной трагедии, то чья это вина? Было две башни. 2-1, 1, 1, 1, 11. 2-1, 1, 1, 1. В союзе директоров Всемирного торгового центра 9 человек. 11 число 9 месяца. 2-1, плюс 9, получается 12. Отсюда очевидно, что за всем этим стоит... Кайл. Я? В числе 12 листов. 1-2. Атаки 11 сентября, это один факт. Вчера в туалете кто-то нагайдил в писсуар, это второй факт. Сложим 1 на 2, 901, получаем 904. Отбросим 4, получим 91, ровно столько баллов. Кайл получил запят по граммальски 12 дней спустя 11 сентября. Кто выиграл? Кайл. Кого не было видно в то утро, когда рухнули башни? Кайла. Кто дострал в писсуар? Кайл. Но самое яркое доказательство дают вам фотографии второй башни. Когда я её увеличил, я заметил какое-то пятно. Обработав её компьютером, я получил вот что. А ты надеялся, что тебе это сойдёт с рук?